Привет, я Джим Террилл, основатель Quick Blade Paddles. Сегодня мы поговорим о брейкдаун гребли, проанализируем несколько гребцов с их различными техниками, веслами разных размеров и немного поговорим о скорости, стратегии, технике и разных вещах, которые помогут вам быстрее двигаться по воде. Итак, давайте поговорим о скорости. Скорость – это всего лишь величина расстояния, разделенная на время. Есть две вещи, которые вам нужны для отличной скорости – это темп хода и, что еще важнее, хорошее расстояние за один ход. Что же влияет на хорошее расстояние за ход? Это длина вашей доски, ее форма, размеры форма лопасти весла, ваш рост и техника исполнения, а также сила ветра и течение. Вещи, которые влияют на темп хода – это размеры форма лопасти весла, длина вашего гребка, ваша физическая подготовка, выносливость, ваша техника и снова ветер и течение. Видео будет о том, как лучшие из грибцов, используя разную технику на разных досках, unlimited или 14 футов, грибут со скоростью 40-50 грибков в минуту. Расстояние за ход, которое осиливает лучшие грибцы, составляет от 11 до 12 футов за ход. Таким образом, есть два способа, чтобы двигаться быстрее. Это либо повысить скорость хода, либо увеличить расстояние за ход, или еще лучше комбинировать оба способа. Для вас мы засняли четырех разных грибцов на бордах. Это Rob Rojasel на unlimited board. Белые линии представляют собой угол оси, каждый третий кадр. Таким образом, это будет 20 тонких линий в секунду. Это я на 14-футовой доске. Вы видите пластиковую трубу в воде, здесь есть фут погрешности. Мы можем измерить это расстояние за ход. Таким образом, вы можете видеть это путешествие на скорости. Этот бренд тоннель на 18-футовой unlimited доске. Аналогичная картина, как у Robo на unlimited board. Оба являются опытными грибцами. Последним здесь является Томми Хобборг на доске 12,6. Вы можете увидеть его короткую технику, которая может быть компенсирована более высокой скоростью хода. У нас есть все четыре грибца на одном и том же экране. Роб на unlimited, я на 14-футовой, бренд на unlimited и Томми на доске 12-футов 6 дюймов. И я собираюсь объяснить, что вы сможете сделать, чтобы компенсировать дистанцию за ход и скорость хода. Прямо сейчас мы собираемся разобрать технику каждого грибца по отдельности. Когда линия стремится вверх и вниз, это самая эффективная точка доски, которая имеет наибольшую мощность. Вот почему она называется горячей точкой. Если вы посчитаете количество широких линий между штрихами, вы увидите 25 тончайших линий, что означает, что Роб совершил примерно 48 грибков в минуту. От первой линии до второй он продвинется на 11 футов за ход. Одна из самых важных вещей. Вы видите, как быстро Роб погружает лопасть весла в воду. Движение четко вниз, даже остаются следы от лопасти на воде. Это действительно хорошее расстояние за ход. Вы можете видеть, что основное напряжение в нижней части оси главным образом остается на том же месте, пока весло вращается в воде. Многим нужно осознать, что хороший спортсмен на самом деле достает из воды лопасть весла намного дальше, чем погрузил. Посмотрите внимательнее, и вы увидите технику контакта весла с водой. Используется весло по всей длине. Поскольку присутствует импульс падения, лопасть выходит дальше, чем было погружение. Вот путь, который он проделывает. Это более приятная волна. Следующим буду я сам на 14-футовой доске. Я погружаю весло довольно глубоко. Можете увидеть небольшое проскальзывание. На самом деле, в процессе грибка весло движется более чем в три раза быстрее, чем доска. То, что вы хотите увидеть, это отличный положительный угол. Когда весло находится под этим углом, я называю это положительным, а когда под этим углом, я называю отрицательным. Здесь я снова в воде, я был точно 12 футов между штрихами. Вы заметили приятный положительный угол оси, который демонстрирует хороший охват. Вы заметили форму этой кривой, вам нужно глубокое покружение, а не это скольжение вниз на ту же точку. Третьим появляется Brent Tunnel. Brent находится на 18-футовой unlimited доске. Давайте измерим расстояние между штрихами здесь. Brent фактически продвинутся почти на 13 футов за грибок. Он высокий, отличная ротация. Рука, которую он держит весло, называется нижней плечо или тяговое. Руку, что наверху, я называю верхним плечом или задним. Для оптимальной ротации тела нужно отводить верхнее плечо назад, многие выставляют вперед нижнее плечо. Теперь смотрите, как быстро он снова погружает весло в воду. Отличный трюк, небольшой наклон вперед, он отлично справляется. Теперь весло полностью погружено. Ротация такая долгая, что вода поднимается на 8 дюймов. Снова положительный угол и еще один грибок. Долгое удержание весла в воде. Отвел слишком далеко назад, здесь угол становится отрицательным. Слишком далеко до нового хода, вы вообще можете не засчитывать его среди других. Если слишком долго выходить из воды, невозможно работать на этом месте. И одна из осей изгибается прямо здесь, когда применяешь максимум усилий. Следующий идет Томми Холберг, он будет на сапборде. Вы можете видеть, что расстояние между штрихами немного меньше, на коротком борде много войны требуется. У него также положительный угол немного меньше и даже меньше отрицательного угла. Его работа здесь на пике, что вызывает чуть более высокую скорость хода. Требуется немного больше времени, чтобы снова опустить весло. Он отводит его слишком далеко. Не хочется возвращаться сюда из-за отрицательного угла, когда вы не так эффективны. Если вы посчитаете линии между грибками, вы увидите, что у Томми их намного меньше, но он на самом деле быстро работает. Эти исследования очень вдохновляют нас. Мы получаем ценный фидбэк. Дистанцию между ходами, скорость гребли, углы лопасти весла и все то, что поможет улучшить ваш результат.